Еще до появления мороженого людям нравились холодные сладости и они с удовольствием их употребляли в свой рацион с добавлением фруктов и сладостей. Мороженое появилось в древности и оно известно человечеству уже как минимум пять тысячелетий. В эфире «Маме надо» и мы начинаем сегодня. Приготовим вкусное, полезное мороженое с добавлением сезонных фруктов на ваш вкус. Но потребуется нам всего-то три ингредиента. Итак, что же у нас сегодня здесь на столе? Это сезонные ягоды. У нас земляника и малина. А также можно взять бананчик, кокосовое молоко. Кстати, кокосовое молоко может быть абсолютно любое, все зависит от ваших предпочтений. Ну и, конечно же, это украшение, если вы любитель всяческого изысканного и красивенького. А если вы обожаете экзотику и, например, ягоды местные не предпочитаете, можно добавить фрукт, который вам придется по душе и вашему желудку. Ну и, конечно же, это формы. Это могут быть пластиковые специализированные конкретно для мороженого или вот такие вот замечательные функциональные силиконовые штучки. У меня это силиконовые эскимошки. Вот сюда вставляется палочка. Все это дело можно или запечь или охладить в морозильнике. И вот такие вот зайки. Они подойдут как для печенек, кексиков, так и для мороженого. Но палочку здесь уже не вставишь. Интересно, но факт первыми, кто открыл, так скажем, мороженое, были китайцы. Именно они очень любили подавать на стол фруктовые соки, которые впоследствии превратились во фруктовый лед. Итак, рассказываю, с чего мы начинаем. Ну, во-первых, мы берем банан, кладем, нарезаем все это дело, клубнику моем, очищаем или ягодку любую другую и отправляем все это дело в холодильник на два-три часа. Естественно, я подготовилась заранее, у нас времени-то столько нет ждать, поэтому у нас все охлажденное и готовое, кроме банана. Кстати, это отличная релакс-терапия. Это когда у мамы сдают нервишки, можно поиздеваться немного на банане. А историки вообще говорят, что Александр Македонский обожал есть снег с нектаром и медом. Но прямо сейчас слово нашему педиатру-сияруси Владимиру Чекунову. Итак, узнаем все про ягодки и про мороженое. Ягоды содержат витамины, минералы, пектин, органические кислоты, клетчатку и, конечно же, оказывают благотворное влияние на детский организм. Включение в рацион питания ребенка ягод повышает физическую активность, укрепляет нервную систему и работу сердечно-сосудистой системы, нормализуется перистальтика кишечника и в целом улучшаются обменные процессы. Знакомство с ягодами нужно начинать с небольшого количества ягодной массы, обычно до года это половина чайной ложки, которую мы рекомендуем добавлять к кашам. А после года уже можно давать полную чайную ложку ягодного пюре и по умеревозросления ягоды дают целыми. При выборе же ягод, для детского рациона важно делать акцент на сезонных и особенно на тех, которые произрастают в нашем регионе. И для нас самыми полезными вариантами станут, конечно же, это черная и красная смородина, это малина, это черника и это ежевика. Кокосовое молоко подходит для детей как диетическая разновидность и добавляя в рацион питания данный продукт, можно получить дополнительно полиненасыщенные жирные кислоты, витамины, микроэлементы. Конечно же сюда относятся такие витамины, как витамин В, витамин С, витамин А, ПП, калий, магний, микроэлементы, цинк, натрий, селен и, конечно же, полезная пищевая клетчатка. А лакомство из кокосового молока отлично подходит для детей. И возраст, когда можно дать его ребенку, он индивидуален и зависит от состава мороженого, из чего вы будете его готовить, ну и, конечно же, исходного состояния здоровья ребенка. Мамы вообще многофункциональный народ, поэтому, пользуясь случаем, и пока у меня все это дело в морозилке охлаждается, хочу посоветовать вам замечательную штуку. Это вот такой интересный бези-борд или просто домик со всеми ключами. Он точно займет любую непоседу, и вы, мамочки, сможете отдохнуть за тайм-аут, так скажем, или сделать, например, вкусное мороженое. Ну, а прямо сейчас слово Александре Ильютиной. Саш, привет. Привет, Мила. Веду прямой репортаж из лесополосы Академгородка. Здесь участились нападения. Лично на мою семью систематически нападает ночной зажор, и мам очень захотелось сладкого среди дня. Настолько эти нападения жестокие, что мы даже под дождем готовы встать и идти в магазин. Даже не в ближний, должна сказать. Некоторые специалисты утверждают, что сахар это самое худшее, что может случиться с ребенком. Другие говорят, что наоборот, для развития мозга необходимо сладкое. Мы пока что прислушиваемся ко вторым. Скажите, пожалуйста, вы готовы более правильно питаться? Да, конечно. Вы же знаете, да, что мороженое можно только после обеда. Пока что все. На этом, я думаю, стоит закончить наше прямое включение. Передаю обратное слово тебе, Мила. Специально для «Маме надо» Александра Ильютина. Пока я тут болтала, у нас уже ягода подтаяла, поэтому нужно скорее отправлять все это дело в блендер. Начинаем с бананов, потом кладем ягодку и заливаем все кокосовым молочком. Полезным, вкусным и красивым. Микс из трех ингредиентов у нас практически готов. Осталось дело за малым. Это включить наш блендерок, затянуть туго крышку и все это дело просверлить. Итак, мы все смешали до однородности мелко-мелко, там все накрошили, нарубили. Теперь берем силиконовые или пластмассовые формы и всю эту вкуснючую полезную смесь будем заливать и отправлять в морозильник снова на 2-3 часа. Приступим. Кстати, за всю свою жизнь корова может дать столько молока, что из него можно будет сделать 34 тысячи литров мороженого. В общем, вот такой вот интересный, любопытный и милый факт про коровок. Очень уж я их люблю. А мы все это дело параллельно начинаем заливать. И я делаю неправильно, потому что сначала нужно вставить вот такие вот экологичные палочки для наших экскимошек. Смотрите, это дерево все натуральное, безопасное и заусенок точно не оставят. Но если боитесь, конечно, предварительно можно их помыть и обработать. В общем, волосами не трясем, надеваем косынки. Белую одежду тоже нельзя. И запихиваем вот эти палки-выручалки. Именно они станут фиксаторами нашего будущего мороженого. И с помощью них мы будем употреблять все это вкуснючее и полезное дело. Смотрите, сейчас мы это все наполняем формочки наши. Чуть-чуть места нужно от краев оставить, дабы украсить. Ну и для изысканности, для красивушести, для девочек, для всей вашей любимой дорогой семьи я предлагаю все это дело украсить посыпушками, цветочками, клубничкой, что будет угодно вашей душеньке. У нас здесь розочка, василек, посыпушка, красное сердечки и белый бельгийский шоколад будем украшать и убирать застывать. Василек-то я не случайно выбрала, у меня дочь это Василиса. Давайте начинать. Мало того, что цвет красивый, так еще и пахнет вкусно. Один у нас будет с васильком, второй у нас будет с розой. Посыпем. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Чик-чик-чик-чик-чик. Ну это тоже что, оно обделенное, что ли? Это пусть у нас с шоколадом будет, да? Красиво, вкусно и полезно. А, про ягодки забыли. Чик. Это пусть у нас будет с ягодками. Вкуснючими. Так, ну и этому дадим ягодку одну. Ну ладно, хорошо, и этому тоже дадим. Сегодня мы сделали малиновое и клубничное мороженое, сейчас отправляем все в морозилку до состояния застывания. Пошли. Любимые телезрительницы, ну не судите строго. Вот такая вот у меня обширная художественная творческая душа. Ну и самое главное, это полезные фрукты для ребенка. Особенно важно, что этот продукт без молока. А сейчас, к сожалению, у большинства деток аллергена лактозу. Поэтому записывайте, творите и меня отмечайте. Прошло 2-3 часа, но если серьезно, конечно, все это дело я подготовила заранее. И вот представляю вам, что у меня из этого получилось. Мои домочадцы и любимые уже оценили мою новинку. Вот так все это дело красиво и очень эстетически вкусно выглядит. Смотрите сами. Мы вообще забыли про маракую. Ну да ладно, съем ее ложечкой. Вот смотрите, какие у нас красивые эскимошечки получились. Сейчас я Теме все это дело дам. Я надеюсь, мой рецепт вам понравился и вы обязательно его повторите. И, возможно, даже отметите меня. Всем удачи, до встречи. Берегите друг друга, свою семью, готовьте вкуснятину, витаминизируйтесь и наслаждайтесь. Августом. Увидимся на следующей неделе. Вы смотрели «Маме надо. Пока-пока». Я побежала за Василисой в садик. Ура, я побежала в садик. Как же это классно и хорошо, когда ваше ребенок ходит в сад? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok